Добрый день! Сегодня расскажу об еще одной книге Вальтера Скотта Айвенга. Классика, издательский дом «Нигма». Издал несколько лет назад в своей серии, где он издает классическую приключенческую литературу. Очень хорошее издание классического романа Вальтера Скотта. Основное, за что следует покупать эту книгу, это за хорошую бумагу, хороший переплет. Ля Сен, который у нас тут присутствует. И самое главное, это иллюстрации Анатолия Иткина, которые я вам сейчас коротко и покажу. Потому что, собственно, роман все прекрасно представляют, о чем он, как он, что там происходит, о чем там написано и чем все закончится. Но тут хорошо именно тем, как это все издано. То есть, иллюстраций в книге очень много, скажем так. Они очень тематические, очень по делу нарисованные. И считать приятно. Ну и само издание. Значит, сам по себе перевод хорошо вычитан. Что я могу сказать. То есть, как это сейчас бывает, куча косяков не наблюдается. Вот, пожалуйста. Вот такие замечательные иллюстрации. Он страничный, и их тут много. Их тут на самом деле много. Читать приятно. И сама бумага сделана такая, она стилизованная под старину. Вот если посмотреть. Такой слегка кремовый оттенок. Вот главы сделаны вот так вот специальными заголовками антидерными. Выделяются флагами. Вот, пожалуйста. И вот таких вот иллюстраций, тематических, планы. И так вот главные все по делу нарисованы. То есть, как бы с соблюдением стиля и эпохи. То есть, одежда такая вот. Вот она вот именно ранне-средневековая Англия. Вот здесь вот этого более чем достаточно. Значит, сама по себе даже вот обложка, она сделана стеснением. В ролике этого, конечно, не заметишь. На самом деле, вот очень хорошо ощущается. То есть, вот все вот эти вот герои, они все сделаны стеснением. И даже вот обратная сторона. Вот, пожалуйста. Вот такая вот достаточно красивая. Очень хорошо изданная. Но большая книга. То есть, вот он. Большую тонну. То есть, например, взять вот стандартную книгу. Ричард Третье и его время. Вот она в стандартном. На таком достаточно издании. Вот для сравнения. Насколько эта книга больше. То есть, это книга альбомный формат. И, конечно же, ее где-то в маршрутке в метро и так далее не почитаешь. Она вот именно для того, чтобы сесть, смотреть вот такие иллюстрации и хорошо с душой все это почитать. Но стоит, разумеется, так как книга хорошо иллюстрирована, стоит она, разумеется, не дешево. Как и вся серия «Нигмы», в которой выходят вот эти приключенческие книги. Я вообще начал покупать эту серию с того, что попал в совершенно роскошный «Остров сокровищ». Он будет в отдельном обзоре у меня. А потом дальше стали попадаться дальнейшие книги, которые выходят в этой серии. И постепенно так и пополняю библиотеку. Много очень хороших книг в ней уже выпущено. Настоятельно рекомендую обратить внимание. То есть, как бы издаются на самом деле хорошо. Приятно. Почитать это стоит. Значит, перевод с английского Бекетовой. Комментарии Бельского. Иллюстрации Юпкина. Ну, покупался вот именно из-за иллюстрации, которые, ну, конечно, это надо почитать. Это приятно почитать. Это на самом деле интересно. Очень рекомендую. «Айвенга» Вальтер Скотт с иллюстрацией Мейткина в издательстве «Негма». Самый лучший, на мой взгляд, на сегодня издание «Айвенга». «Айвенга» Вальтер Скотт с иллюстрация Мейткина в издательстве «Негма». «Айвенга» Вальтер Скотт с иллюстрация Мейткина в издательстве «Негма».